Ольга Кравченко преклоняется перед ликом Богоматери. Просит только об одном, чтобы её сын мог ходить и жить обычной жизнью. У 9-летнего Антона с рождения ДЦП. После трёхдневной молитвы у чудотворной иконы, женщина заметила изменения, появилась надежда. А теперь, покажи ручку, вот она. Можно сказать, что чудо. Да, чудо, да, чудо. Слава Богу, я живу, добынская матушка, приступилась к моему горю и услышала нашу молитву, просьбу. Теперь мы потихонечку, потихонечку, слава Богу, с Божьей помощью, начинаем ходить. То есть он ложку сам тоже не брал, начал ложечку потихонечку брать. Тобынская икона прибыла в храм преподобного Сергия Радонежского с Уралом. Загадочный образ, именно так его называют, написан в 12 веке. Главная особенность – тёмные леки Богородицы и младенца Иисуса. Существует легенда, что ясно их могут видеть только достойные. Оригинал давно утерян, однако копия тоже считается чудотворной. Когда привезли икону, у меня было хорошее настроение, я себя прекрасно чувствовал. А вечером, после ужина, у меня разболелся Бог. Как выяснилось, это выходил маленький камушек. Я стал молиться иконе Божьей Матери. Как вы знаете, это такая болезнь, что не сразу там проходит. Но у меня камушек как-то быстро вышел, и я получил исцеление. Я думаю, что мне тоже помогла Божья Матерь. Образ путешествует по всему миру уже 12 лет. Только в России с ним объездили свыше 70 регионов. Согласно преданию, эта икона – одна из 36, которые явились на Руси за последнюю тысячу лет. Белоруссии – лик с весны прошлого года. Головы перед ним преклонили больше миллиона человек. Мы участвовали в Всебелорусском крестном ходе, который был посвящен 800-летию благоверного князя Александра Невского. Прошли с Витебска до Турова более 600 километров. Пронесли икону на руках. Обращаться к святыне, говорят, можно в любых нуждах. Главное – делать это искренне, от всего сердца. В Тугулице она пробудет до 5 апреля включительно. Посмотреть на икону можно с 9 утра до 8 вечера. Дальнейший пункт следования пока неизвестен.